Музей восковых фигур Санкт-Петербурга нездарма славит за свои масштабные коллекции уникальных выставочных объектов. Фигуры людей, казочных истот, библейских героев так по мастерску выконаны, что при отповедном осветлении их можно навыть принять за живых. Гэты экспонаты в большинстве своей робятся во уластной мастерне музея. Кожной коллекции уластивая своя тематичная накераванность, да прикладок презентованная у Гомеля выстава «Подороже Чаровника» будет особливо цикавая аматорам казок и фэнтези. Будет интересно не только самим детям, но и взрослым, потому что здесь герои сказок трех поколений. Каждый для себя найдет своего любимого героя. Тут, саправды, разместились и широковядомые казочные герои разных шоссов и народов света. От баба Егии, Кашейни, Смяротнага до Карлсона и Айболита. А так само со светновядомых персонажей у сучасных фильмов эпопей «Гары Поттер», «Уладар Кольца», «Матрица». Треба отзначить, представленная у Гомеля выставочная коллекция в полном складе музеем экспонуется у першыню. В этом составе выставка работает в Гомеле впервые. Так что у вас есть уникальная возможность впервые в мире, можно даже сказать, смотреть эту интересную выставку. Мы вас приглашаем, она будет работать до 23 августа. На выставе можно не только визуально ознайомиться с экспонатами, але и доведаться про их створение. Для того, как бы в особистью життё одну восковую фигуру, майстрам потребуется от шести до девяти месяцев працы. Меж тым восковыми гэты сучасные выставочные объекты называются довольно умовно. Целы фигур робятся с пластмассы. Для головы и рук у сучастей выкрыстовывается силикон. Над створением одной фигуры, як правило, працуют прикладно пять розных специалистов. Для оформления твара у экспоната выкрыстовываются соправданные человеческие зубные и вочные протезы. Самым карпатливым вытворшим процессом, что по трабу адмайстра особливой сконцентрованности, з'является праца с волосами. Волосами занимается, как правило, женщина, потому что очень кропотливая операция. Специальность называется постежор. Так вот, представьте такую картину. У неё в руке пинцет, фен, кстати говоря, простой, обыкновенный, пучок волос и иголочка. Она берёт фен, подогревает небольшую часть головы. Он берёт пинцетом пучок волос, подносит, подогретый воск и иголочкой по волоску вдавливает. Очень долго. На заключенном этапе створения фигуры наносится актёрский грим и опранается специально пошитый у майстерни музея сценичный костюм. Дарыч, и он служит и пылной обороны экспоната. Бо подчас фотосессии с любимыми персонажами, якая дозволена наведывальникам выставы, можно докранаться выключено до опранутых участков фигур. Вероника Ворошилина, Игорь Марышченко, телерадо, компания «Гомель».